Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua Меня зовут Александр. Перед вами смартфон под названием THL-T200C. Этот смартфон является более бюджетным, более дешевым вариантом от модели THL-T200. Поставляется смартфон вот в такой вот коробке. Давайте рассмотрим его заводскую комплектацию. Значит, здесь есть оригинальный бампер. Бампер встречается иногда вот такого цвета, иногда темный, черный. Есть дополнительная пленка. Пленка также наклеена на экране. Есть также зарядка, гарнитура вакуумная и USB кабель. В принципе, все так же, как это было у смартфона THL-T200. Сам смартфон ничем не изменился. Обращаю ваше внимание, что я сейчас запишу для вас кратенький обзор. Скажем так, основные отличия этой модели от полноценной. Разместим вам ссылку. Посмотрите все интересующие вас моменты. Это идентичные модели. Разница только в экране и в памяти. Давайте обо всем по порядку. Внешне модель, в принципе, очень классно собрана. Здесь нет никаких люфтов, никаких скрипов. Ничего на перегиб не движется здесь. Здесь крышка у нас вот такого вот формата. На ней практически не остается отпечатков пальцев. Рифленая. Две сим-карты. Шестидюймовый экран. Хочу сразу же начать свой обзор. Хочу показать вам технические характеристики, какие есть у этого смартфона. Набирает модель 26819 баллов. Это классный показатель, действительно. Здесь у нас восьмиядерный процессор. МТК. Вот здесь вот показано неправильно. Видимо, в прошивке так забито. Модель Т200С. У смартфона разрешение HD. У Т200 смартфона у него Full HD разрешение. И памяти встроенной. У него здесь 2 и здесь 16. У Т200С. У Т200 у него 2.32. На первый взгляд, это одни единственные отличия, которые есть у этих моделей. Однако, это на практике немножко не так. По характеристикам все идентично. Идентичны прошивки. Прошивка полностью русифицирована. Здесь есть обновление по воздуху. Прошивка версии 4.2.2. То есть, мощность процессора полностью такая. Есть вот эти вот сенсорные кнопки, которые можно убрать, которые можно также вызвать, как в той же модели. Здесь все идентично. Первое отличие это экран. Экран отличается не только разрешением. То есть, там было Full HD, здесь HD разрешение. Ну и в некоторой степени, как мне показалось, углами обзора. Я не могу, не имею возможности сейчас сравнить эти две модели, вот так вот, держа в руках. Поэтому, просто покажу вам пример на этой модели. Значит, углы обзора классные. То есть, вот в этих вот направлениях углы обзора без нареканий. Я вам даже сейчас включу фотографии, точнее, картинки. Самые разнообразные. Вот. Углы обзора тут нормальные. Тут в этом плане я ничего плохого сказать не могу. Но, если я, допустим, беру этот смартфон, давайте сделаем темную картинку. Вот. Если я иду по диагонали, то картинка, во-первых, даже уходит в негатив и меняет цвета. Вот. С этой диагонали, если смотреть, более синие цвета у нас. Здесь нормально. И с этой стороны более-таки желтые цвета. Как бы с обычных углов, то есть, с рабочих углов, когда мы смотрим вот так, вот там фильм, или вот так вот что-то там клацаем, никаких нареканий нет. И вот таких вот изменений тоже здесь нет. И вот так вот тоже изменений никаких нет. Изменения есть только, когда мы смотрим по диагонали. То есть, с каких-то неудобных углов. То есть, это есть. Таких моментов я не замечал, например, у T200. Однако, у аналогичных моделях ZOPI 990 в какой-то мере это есть. 990+, я имею в виду. Поэтому, имейте это в виду. Далее. 16 гиг памяти. Это, само собой, разумеющееся. Тут ничего такого сверхъестественного нет. Есть слот под microSD карточку. Можно доставить. Доставить там 32, 16, 64 гига. Сколько вам угодно. Также, что еще мы можем сказать по разности в этих смартфонах. Во-первых, я заметил разницу в работе аккумулятора. Я тестировал аккумулятор. Antutu тестер у меня показал такие же баллы, какие T200. Там у меня тоже было 440 с чем-то. Но, когда я начал тестировать уже физически этот аккумулятор, то есть, во время воспроизведения фильма или игры, у меня на этой модели с HD-экраном результат намного лучше. Вот вы видите, что это 4 часа 12 минут при воспроизведении видео на максимальной яркости. На том смартфоне было что-то около 3 часов с чем-то. И здесь 2 часа 41 минута. Это у нас воспроизведение игры с максимальной яркостью, с максимальной графикой. На той модели было что-то около 2 часов. Хочу сказать следующее. Обращаю ваше внимание на то, что весь тест не занимает у меня сутки, там, двое. Тест занимает в данном случае 2 часа 41 минуту и 4 часа 12 минут. То есть, разница в этих тестах, допустим, 4 часа 12 минут и 3 часа 30 минут. Это разница, которая в обычном режиме пользования телефоном будет у нас измеряться не в часах, а, допустим, в полдня. То есть, если смартфон воспроизводит видео 4 часа 12 минут, а Т200 3 часа 30 минут, то Т200С у нас будет в нормальном режиме работы работать, может быть, на полдня больше. Я считаю, что это довольно-таки существенно. Плюс ко всему, эта модель имеет NFC технологию, эта модель имеет OTG технологию. То есть, в этом плане нареканий на смартфон никаких нет, он в точности такой же. Плюс ко всему еще один плюс. Эту модель я впервые держу в руках черную. Т200 у нас, поставщик нам высылал только белое, поэтому, кому нужен черный вариант этого классного смартфона, то имейте тоже это в виду. Ну и основное отличие также, это цена. На данный момент около 270 долларов Т200С будет стоить у нас в наличии в Украине. В то время как Т200 будет стоить примерно долларов на 40 выше. Он в закупке примерно 40 долларов, там 42 доллара, у них разница. Поэтому, если вам нужен большой, хороший, надежный смартфон с хорошей комплектацией, с более лучшим вариантом работы аккумулятора, то есть эта модель однозначно работать будет дольше. При этом вы хотите поиграть в игрушки, вы хотите поснимать камеры. Камера, кстати, фотографирует и делает видео на том же уровне. Но вы не хотите переплачивать вот эти вот 40 долларов. Вы не хотите переплачивать вот эти вот 40 долларов, поэтому можно смело эту модель брать. Я вам скажу так, что Full HD и HD разрешение на глаз, его практически незаметна разница. То есть, качество изображения и там, и там супер. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего доброго. Подписывайтесь, ставьте лайки.